Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные подписчики! Вы видите, у меня здесь два таких чудесных блюдечки, подставочки. Вот с них, с этих красивых, просто как на леденцы похожие, розеточек, и началось моё путешествие. Моё путешествие в прошлое. Ну, в общем, всё по порядку. Сейчас вы всё увидите и услышите сами. А давайте немножко полюбуемся красотой этих розеточек, похожих на разноцветные леденцы. Какая красота! Какая красота! А можно сказать, и начались мои приключения. Смотрите до конца. Я опять в Александрове и иду на Блошинный рынок. Мне очень многие спрашивают, как туда дойти. Но вот это параллельная улица Центральной. Вот дворами я иду между футбольным полем. Перед этим в арку вошла. И иду по направлению к рынку. Продолжаю идти дворами. Ну вот, да, надо пройти какое-то время. Уже подхожу к Блошинному рынку. Да, здесь всё на уль. А сколько стоит? Конфетница? 100 рублей прошу. Берите за суток. Вот и, конечно, я не могла не купить вот эту замечательную салфеточку, связанную крючком. Клопчатую бумажную. В общем, ручная работа. Вы видели, я, у кого её остановилась. Я её купила за 250 рублей. Ну, во всяком случае, мне она очень нравится. Ой, вы уж извините за звуки, потому что после дождей опять наступила хорошая погода, и все бросились косить. Ну, в общем, вот такую вот красоту я купила. Посмотрите, какая красота. Конечно бы я в Москве не купила бы так дёшево. Посмотрите, какая красота. Красота. Всё такое, да? То есть моих чашечек розовых уже нету. Жалко. Ну, понятно, понятно. Ладно, спасибо. Удачи. Угрицы. Вот рядом сарай. Вот такое или вот такое? Вот, белое, с кружевами. Так, она прошла. Это вот типа какой-то ручечка или ободочкой. Раньше у кроватки делали вот такие вот. Угу, такая фигня. Ну, чтобы не просто свисало с кровати, а вот такое кружево. Понятно. Особо стоит оно, у нас же там магазин, честно, что и другие. Я думаю, что они другие сто, сто пятьдесят, наверное. Что? Я сама не хозяйка, я просто не говорю, что, может быть, сто, сто пятьдесят не больше. Ага. А так, смотрите. Вот так вот, видите, вот эта вот страна перчетка вот так вот. Она может, по-моему, подешевле дать. Я ей не знаю цель. Если бы я тоже давала, я отдала бы за пятьдесят рублей. Да и ебану не знаю. А вы без нее вообще не можете продать, да? Нет, она ушла. Так. Не за сколько? А можете подождать немножко? Вот, пока один рядышком. Я до нее добегу и спрошу. Можно, конечно? Ну, я купила такую тоже замечательную вещь. Ну, я знаю, для чего она мне нужна. Она с какими-то огрехами, прогрехами. Но она и стоила очень дорого. Уфу, очень дешево, извините. Она стоила всего сто рублей. Вот. Но я знаю, для чего она мне нужна. Мне не нужна она большая. Вот видите, здесь где-то вот и порвалось. Но мне это не так важно, потому что мне нужны кусочки. Ну, вот, в общем, мне это надо было. И я это купила. Ну, вот здесь вот нормально все. Вот. Где-то там не очень. Ну, вот здесь вот, например. Вот. Ну, в общем, мне она понравилась. За 100 рублей я решила ее купить. Вот, помните, такие покрывала они были? Вот у всех почти, да? На диванчике стелили. Да. Ну, вот тоже приметы старого советского времени. Это Советский Союз. Ой, дорогие друзья, мне так повезло. Я сейчас купила креманки разноцветные. Такие красивые, но просто необыкновенные. И разговаривала с женщиной. Она продает все, что у нее есть в серванте. И я сейчас сижу и жду ее, чтобы вот что-то купить из серванта. Так что она принесет мне все стекло, которое мама хранила в серванте. Вообще, очень повезло, очень повезло. Сижу, жду. Так что я в этот раз уйду не с пустыми руками. Не с пустыми. Да, сегодня воскресенье, народу поменьше. Но мне как-то все равно повезло. Супер, супер, супер. Надо со всеми разговаривать. Надо со всеми разговаривать. И спрашивать, потому что вот бывает такое. Встретила женщину, которая обещала мне тарелки привезти, показать, купи. И чтобы я купила, ну, помните, для своего патио около бани. Но вот, к сожалению, вот супница, я смотрю, у нее появилась. Горшочки какие-то появились, еще что-то появилось. Но она не ездила за основным товаром на завод. В общем, моих тарелок нету. Когда будут, не знаю, может быть, в конце августа. Ну, буду ждать ее. Ну, очень-очень устала и решила зайти. Как хорошо зашла. В Забесбургерс посидеть. Перед электричкой посижу и поем. Перед электричный салатик далее. Отличный чай. Смотрите, какое чудо я купила. Просто чудо. Ну, как будто бы цветные леденцы. Вы просто посмотрите. Цветные леденцы. Вот. Вообще, только два одинаковых. Вот два одинаковых. А остальные все разные. Видите, вот этот вот ромб. Вот это похож на клеверный листочек. Вот это на сердечко розовое. Розовое, зеленое, оранжевое и синое. Ну, вообще, такая красота, 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 красота. Просто красота. Вот. Мое приключение началось с этих покупок. И дальше, когда я разговаривала, то мне принесли очень-очень-очень много старого серванта. Замечательных вещей. Но все остальное я вам покажу в следующий раз. Да. Очень. Розеточка понравилась, а еще больше понравилось варенье. Ну, мне кажется, к этим чашкам... ...из красной смородины. ...очень даже здорово идет. Да. Так, берите еще и печенье. Подходит. Да, подходит очень хорошо. Корзиночка, может, сюда не очень подходит, но удобно. В корзиночке удобно держать тухое печенье. Да. Да, очень красивые розеточки. Веселенькие. Угу. И потом... Субтитры создавал DimaTorzok